Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. Вот уже почти год публика обсуждает роман Карповича Прилучного, считая, что именно звезда папиных дочек разбила семью Павла и Агаты. Вот только сама Мирослава пока не торопится объявлять себя возлюбленной актера, хоть и часто выходит с ним в свет. Лет 10 назад Карпович и Прилучный часто пересекались в ходе съемок различных кинопроектов. Но тогда актриса и подумать не могла, что коллега станет ее бойфрендом. Вообще никак не воспринимаю мужчин актеров. Серьезно, уверенно заявила 35-летняя артистка в беседе с Аллой Довлатовой на русском радио. Я была студенткой театрального вуза. Все мы, пройдя там обучение, думаем, чтобы я встречалась с актером. Да не дай боже. Это те мужчины, которые выщипывают себе брови, думают, сколько у них кубиков пресса. Но все происходит иначе, когда ты понимаешь, что это твой человек. Пусть он будет хоть слесарем, профессия становится не так и важна. Ты будешь принимать его со всеми заскоками, поэтому не надо зарекаться. После того, как публика узнала о романе Мирослава и Прилучного, та столкнулась со шквалом негатива и даже угрозами в свой адрес. Об этом мне сообщили друзья, звонили, интересовались, все ли у меня хорошо. Знаете, с годами я стала мудрой и не обращаю внимания на счет. Самое интересное, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того, как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать. Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность. Делилась она со стар хитом. Напомним, артистка еще ни разу не была замужем. Зато у Павла за плечами девятилетний брак с Агатой Муцуньица. У пары подрастают сын Тимофей и дочь Мия. Прилучный уже, к слову, успел познакомить наследников с новой возлюбленной.